Раскаты глобального грома. Стратегическое командование армии США начало самое масштабное военное учение года. Это еще и проверка готовности нанести ядерный удар. Для кого этот недвусмысленный намек, Дмитрий Анопченко выяснял подробности в Пентагоне. Американское стратегическое командование поставило задачу скоординировать действия армейских подразделений по всему миру. И хотя предполагаемого противника не называют, всем понятно, это Северная Корея с ее ракетами. Вот почему, и это подробностям подтвердили в Пентагоне, в этом году особый акцент на готовности к применению ядерного оружия, в том числе и для превентивного удара. Учения прямо сейчас просто в эти минуты в разгаре, учитывая, что в них задействованы подразделения, расположенные по всему миру, а значит в разных часовых поясах. Легенду традиционно не разглашают, но военные признались нам в этом году не будут ничего особо и выдумывать, а намерены отработать реальные угрозы, в том числе и ситуацию, когда Соединенные Штаты атакованы, и президент Америки дает им команду ответить, используя весь имеющийся в распоряжении военный арсенал. Фактически Пентагон одномоментно задействует весь свой арсенал, проверяя готовность и в то же время демонстрируя его и вероятному противнику номер один, КНДР и всему миру заодно. Уже известно, что в воздух по всей Америке подняли стратегические бомбардировщики Б-52. Задействованы будут не только армия и флот, но и кибервойска, и даже оружие, расположенное в космосе. Учитывая серьезность ситуации, в этом году глобальный гром будет звучать порядка 10 дней. За это время, не особо-то и афишируя, Пентагон должен будет выполнить еще одну задачу. Понять, какие американские вооружения требуют модернизации или полной замены. Ведь президент Трамп сейчас не только распорядился обновить военный арсенал страны, но и выделяет для этого рекордное финансирование. Военный бюджет на 2018 год. Порядка 700 миллиардов долларов. Как правильно потратить эти деньги, как раз и решат по итогам Global Thunder. Ведь стандартных мер реагирования явно недостаточно, чтобы сдержать Пхеньян и избежать Третьей мировой. Сценарий, который на полном серьезе просчитывают во многих высоких кабинетах. Из Соединенных Штатов Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала Интер.